Процесс проходил в закрытом режиме в связи с тем, что у подсудимого четверо малолетних детей, а пострадавшая девочка приходится ему родной дочерью, данные по его личности остались закрытыми для публикации. Специализированным межрайонным уголовным судом он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетнего лица. Приговор 17 лет строгого режима. Подсудимый подал ходатайство о смягчении вердикта. Апелляционный суд рассмотрел все обстоятельства, вынес свое решение. Осужденный подал на апелляцию. Коллегия по уголовным делам областного суда постановила изменить решение, вынесенное специализированным судом по уголовным делам Южно-Казахстанской области от 14 декабря 2016 года. 8 сентября прошлого года 43-летний мужчина со своей женой отправились на свадьбу к соседям. Там он изрядно выпил. Вернулись поздно и вместе с супругой легли спать. Однако дождавшись, когда жена уснет, мужчина отправился в спальню к 10-летней дочери. Здесь он, зажимая рот ребенку, принялся стягивать с нее одежду. Девочке все-таки удалось закричать. От крика проснулась мать. Но женщина побоялась одна вступиться за дочь. Она выбежала из дома и позвала на помощь. Благодаря подоспевшим соседям и родственникам удалось вытащить из детской спальни отца-извращенца. Следствие также установило, что сержант хранил и употреблял марихуану. По статье «Незаконное обращение с наркотиками без цели сбыта» судом первой инстанции ему по совокупности был назначен штраф в 106 тысяч тенге. Именно в этой части были внесены изменения апелляционным судом. В соответствии с законом об амнистии, к 25-летию независимости Республики Казахстан осужденный освобожден от уплаты штрафа в размере 106 тысяч 50 тенге. Остальные части решения оставить без изменения. Никто из родственников и близких осужденного на апелляционный суд не пришел. Приговор 17 лет строгого режима вошел в силу.